светочка я все-таки вешу вот а секунду на костюх со мной поиграем ему флаги нарушает садитесь в руках Продолжение следует... 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 А, спец подашки, понял, спец подашки это круто, потому что быть спецом по такому классному самолёту это круто. Да, есть, вот сейчас как раз такой, он не всегда этот глюк, этот глюк из-за того, что установлено, Боинг 717, как правило. Если Боинг 717 не установлен, то лечится, в принципе, просто. Сейчас объясню. Парни, это просто лечится 53. Резервы. Резервы. 1 и 3, как всегда, он всегда 1 и 3 расчитывает. Сейчас подскажу. Забью. Заводиться будем на, там, на стенде. Ой, 3, 2, 0, чего пишу, 2, 2, 0. 2, 0. Транзишн 10. Вперёд короткий, лохматить бабушку не будем, поэтому введём LRH. LRH, LRH. LRH, LRH. 235, 63, ISO, плюс 2. 5, 63, плюс 2. 5, 63, плюс 2. 6, 5, 63. 53. давай лучше скооперируемся как нибудь и слетаем экипажем вот такой вопрос тебе подашки deviation плюс 2 take off runway conditions dry сейчас быстренько departure briefing проведем 1 4 3 здесь control 9 есть а ю ради for the departure brief поехали так у нас 5 браво 5 браво для 16 50 до 10 тысяч climb on 161 track whisky-wisky-269 whisky-wisky-384 whisky-wisky-172 to ospen gradient 1 agent 1 engine at 84.9% in case of emergency watch до права новиграф ли сушная не на ли сушная не работает а наш подкачивает напрямую сразу на онлайне так какая у него была на прибытие полоса раевал 11 будем 11 рассчитывать на прибытие поэтому смотрим аэлс 11 110 3 и над своим отрочек ворс ну-ка на джебсон а протухлая ссылка да бывает такое да в принципе этих чарпов можно накачать конечно со таких там рутрекеров есть визуальный заход можно выполнить визуальный заход можно выполнить облачности нет визуальный заход и цена за на позднее кеда ласе прочь ранбой ван ванны репорт и стабилишки на глядь можно но поисковиком находится как они мучая вообще то вот если ты летаешь по испании это вообще не проблема чарты чарты это вводишь в гугле аип испания и там прямо официальные чарты каждая страна которая подписала чикагске чикагскую конвенцию да да я понял что вы ждете чикагскую конвенцию они все обязуются выкладывать свой аип в бесплатном доступе по новым они что меняют постоянно выкалывать конвенцию дополняют и короче аип это бесплатный доступ для всех открытые поэтому вот например в италии там было как-то геморр на его франции там регистрироваться нет этого да вот бывает ты прав в принципе не очень много берут там по десяточке хотя для кого-то это конечно могут быть деньги я не спорю но очень удобно любой порт в любое время можно проконсультироваться да и о том же так о чем бишь я надо посмотреть на 16 полосу у нас будет там курс 16 по 16 взлетаем с 160 ходим к 160 до порядка 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 этой суммы которую ты назвал да 160 и не шел пять тысяч и нам еще остается поставить давать поставим вот вот вор нам указывал так скажем так скажем Azimut до аэропорта су-24 а а too а и и и и и в фуал и хэроэль гурмог, гурмог, 5807 хрм 0,12D хрм 11, китолад хрм, гурмог, 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 гурмог Девчонки, ого, демокр, сверхference как расход, попрошу к ним сможете складывать больше разных видов заставя, для Kumаса существовать больше таких иных салон Так, в принципе, можем запрашиваться, сейчас дадут объявление, да-да, расскажу обязательно, не переживай. Так, что у нас там по Дорсам? Дорс Клоуст. А блин, вот давай тоже не знаю. Вот этого я тоже не знаю, Show Engine Label, где они появляются. Так, ну все, запрашиваюсь. Так, давайте. Сейчас. Так, ВСУ я не запускаю, потому что, в принципе, она нам нахрен не нужна. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас у нас подцепит, начнем стартовать двигатели. Так, первое, насчет вот этих вот пропадающих текстур. У меня, видите, ее здесь тоже нет. Я сейчас нажму сейчас. Видите, прозрачная, пропадает иногда. Лечится это, первонаперво, удалением боинга 717. У меня он не удален. Поэтому у меня постоянно эти проблемы возникают. И второе. Лечится удалением папки. Сейчас покажу, где она находится. Она находится вот здесь вот. Users. Выбирайте своего пользователя. AppData. Local. Не было? Да, вот это должно вам помочь. Смотрите. Local. Lockheed Martin. Repart 4. Удаляете эту папку Shaders. Потом идете в документы. Удаляете полностью. Восстанавливаются при загрузке. Идете в документы и переустанавливаете... В документы, открываете папку Repart 3D V4 Addons. Заходите в MatDoc. И вот здесь RealLights и TrueGlass. Вот эти две программы переустанавливаете поверху. И должно пропасть. Должно помочь. Так он мне присоединил, да? Вроде как да. Start right engine. Starting right engine. Hello captain. The passenger boarding is complete. When you are ready, I have the load seat for you. Thank you. Right start valve open. M2. Oil pressure. N1. Have a safe flight. Thanks. Fuel on. Fuel on. Fuel flow. Check EGT. Bypass been inserted. Release parking brakes. Fuel wings 5807. Mercated Alpha 7. Third left engine. Fuel wings 5807. We're coming in beams. And sexual gate. Foxtrot 01. Via mic and exit 7. Oil pressure. Foxtrot 01. Via mic and exit 7. Fuel wings 5801. On the other side. We're coming in. We're coming in. We're coming in. You're coming in. The other side. Fuel on. Fuel flow. EGT. Hey captain, we are all ready to go in the back. Thank you. Okay, and if you need anything, please let me know. Left start valve closed. Stabilizing. I'm coming in. Потому что у меня Boeing 717 установлен, я его пока еще не удалял. Блин, ну что за дела, а? Блин, загорелся левый двигатель, что там по маслу, ну масло соответственно конечно же выгорело. Все, вместе с этим, хотя оно было. Надо было отключать эти, наверное. Сейчас я еще стартану раз движок, хотя мы уже даже... Сейчас, секунду, сейчас стартанул движок, еще раз сделаем. Надеюсь он больше не откажет. Я говорю два языка, perfecto. Ну он даже не стартует, гад. Давай я в Испании живу. Сейчас, секундочку. Давайте проверим его. Техника лог, но у меня здесь все, Нил и Нил. Конечно хорошо, что у Мандога отказы есть, но вот иногда они немножко достаются в том плане, что... Блин, ну не так же часто, ёктерный балет. Да, на рус... Си, эс русо. Само собландоэн русо аура. Баля. Ну он не раскручивается даже. Ему труба. Хорошо, тогда сделаем по-другому. Пятнадцать, еще раз загрузим. Реди ту старт. Реди ту старт, реди ту старт. Редакный балет. Редакный балет. Питал. Редакный балет. Редакный балет. Редакный балет. Русо. Гdisстантов flavor. Терпи глотал нестегуо, он стар Slowbro не выкразито. чтобы не продолжать этот велосипед я могу потому что это немного Поехали! Поехали! Продолжение следует... Стартинг Продолжение следует... А вер... Носваймос в Пиггер Мирпро, Мэйгам, в Киёвен О... Вольвейн у нас минутас альстрим Хорошо, вроде бы как завелись, а? 112, 250, здесь какого-то хрена, 154. ...板ом. Parece que ya he reparado, la temperatura se mantiene. 115, 110, 4... ...и... 1 1 0, decimal 3, 1 1 2 Request pushback, Avstrian 1750, stand foxtrot 26 Avstrian 1750, push is approved, face to the east Push approved, face to the east, Avstrian 1750 Наконец-то, блин Так, сейчас я отключу всё А, оно уже всё отключено, ну ладно, поехали Так, всё заведено, тут только стробы надо выключить Поехали, наконец-то Скорости Скорости Да Давайте поставим закрылки 15 15 Стоят After engine start check А, он, видать, на каком-то этом Остановился, ладно, тогда Сделаем Скажем магические слова Set and checked Dagger ASX Set and checked Hydraulic pumps and pressure Checked High and on Checked Announce here the panel Checked Ground equipment Removed All clear signal All clear signal Received Будем считать Flaps and sleds Set and checked After start check complete Стоят Да я как-то по поводу команды не заморачиваюсь Так, мы фейсинг кист у нас Став Yoda Заctic По prueba Став По celular По ну в общем тоже есть такое так мы фоксу 26 танго лима у нас и едем на 16 видим на 16 а танго лима понятно поедем нам даст скорее всего танго лима а я меня может найти на дискорде у мадженты даггера либо и подписан конечно него либо фейсбуке вконтакте не часто x-ray x-ray и дельта и браво один скорее всего ладно ожидаем request taxi астон 1750 астон 1750 taxi holding point runway 16 intersection bravo 2 via straight ahead tax line 40 taxi straight ahead to holding point runway 16 bravo 2 austrian 1750 да я имею ввиду дискорд а чё за ненужность прикольно у них там весело бывает давайте такси человек выполнен такси чек такси чек fuel heat of flaps and slats не заполнил аж ничего 15 degrees take off жидкорд и пирп и пирп и пирп и пирп... ... Performed ATC flight current system and navigation aids Set and checked FMS Reflight completed APU air and master switch Boss off Brake pressure and temperature Taxi check completed Yes Thank you Captain Kevin Engel is secure Thank you Так мы проезжаем ЭКО ASTRIAN 1-75-0 Wind One-for-the-release One-two not Runway 1-6 Clear for take off Take off 1-6 ASTRIAN 1-75-0 Так, он мне дал бравоту Блин я уже заплавился в бравоту Да, мы вот здесь вот прямо едем на бравоту Значит Единственное что мне надо поставить хотя бы выход у меня все сбилось кедрение бабушки once x после того как я его пытался отремонтировать парчур 16 оспен 5 браво оспен 5 браво включаем transponder так на полосу выезд разрешен тара починил но не совсем фишка в том что он вот эту ошибку которая в ссу отбор воздуха он ее не записывает лод менеджер пока я не выключу симулятор но меня не интересовали этот мне интересовал line up check line up check Kevin secure windows left side closed left side closed right side closed annoncier panel check ignition alpha air conditioning supply auto set transponder set to tara take off clearance receive line up check complete line up check complete ccp5 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 за да radar ready ready timing Вот, кстати, поэтому, что не работал на спанере МД-82 вот этот Take-off warning, им вынули там релюху перед полетом в механике, поэтому они убились, излетели в положение закрылок. Пошли. Убийцы. С armed уfonка. ТП 7 ЧЕК 80 нот ЧЕК В1 РОТАТЕ В2 ГЕРАП ГЕРАП, СЕЛЕКТИВ ГЕРАП 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 ШУМ Иáis ТП 10 1 alimentって American В это время, конечно, второй должен мне вот это вот сделать. Ну, так как второго нет, там, лапсап, select Climb Power, Climb Power Set, это я должен был сделать на полторы тысячи. Уэлллотный тракт. Слэт subtract, пи. Инвития, Солстат, Стрит-Сим, 1, HOTEL-UNIFORM, 7-0, мы... Автополатон, план check. Стрит-Сим, 1, HOTEL-UNIFORM, винридов, идентифи, direct near Лу. сейчас я вам покажу кнопки тога это вот эти вот две кнопки вот они любую нажимаете включается тога вот это отключение автотраст либо здесь можете отключить либо пилота включает нажатием вот этой вот кнопки вот гата а вот это все что он это это и и и и и и чеки адресу конекспекте анафа про а и это вы prefer that yeah and we expect the arnaf approach rather than check фото потому что он бывает слышит он бывает слышит но я говорю на русском он понимает во что по своему основном это как правило касается панели flight guidance control панел и начинает там выставлять то выставить там 7231 фут то блин радио числу накрусят 255 мегагерц которых вообще не существует ну невозможно накрутить не говорят довольно по процедурам и в общем то я сравнил процедуры настоящий он нормально делает мы пришли 10 500 давайте выключим вот эту фигню это будет acceleration и давайте добьем маршрут потому что он же у меня аж стерся блин давайте добьем маршрут первое что мы летим в лове опять и потом у нас будет обрук это у стал манит блин но смотри вот я летаю конечно когда ты стриме что это немножко запариста в том плане что должен глушить ему глушить его нажимать там клавишу м мут и соответственно таким образом ты ему затыкаешь уши но вот если ты сам летаешь ему конечно очень быстро привыкаешь и половина как он делает практически все процедуры потом бывает тяжело вспомнить какие процедуры нужно выполнить поэтому я периодически летаю или с ним уметь меняю комбинируем то с ним летаю то выполняю я процедуру так на нет давать теперь депарчу вот 26 ртт на не план альфа так с концом так меня интересует вот это вот да все правильно установил соответственно летим дальше я тоже раньше часто намного чаще стримил вообще не вылазил из симулятора но так как сейчас занимаюсь усиленно времени на симулятор не хватает есть такая проблема да можно забыть и потом мозги скрипят когда там начинаешь выполнять все процедуры так не прошли 10000 это транзишн транзишн а мусто и антус и антиски виски-виски 651 десант 5000 фитки от армавширный сезон вы прочь Ну так прямо шепотом говорили. В Индрике, к сожалению, никого нет. Ну ладно. Давайте посмотрим ещё раз ветер. Я думаю, что он там не особо поменялся. Правда, солнце скрылось, поэтому ветер мог утихнуть. И это в принципе нам на руку в том плане, что будет поспокойнее, попроще. Сделать заход. Да, потому что у Собакина совсем не похожи на другие самолёты эргономика. 10.05 надо будет не забыть выставить, что я сделал. То, что я забыл сделать в предыдущем своём полёте. Нет, не так уж и... 113. 113. Порывы 33. Видимость... Фью на 7... Фью на 0.7.0. Уже не этот... Уже кстати не... Никого, к сожалению. Что хер на него. Так, мы взлетели с крупного аэропорта, поэтому в принципе я могу график поменять назад. Включить 4 ССА. Пока он подружается, пока. Здесь не глюкнет. IPC Gamer Pro. Уже в первый раз. Сейчас я смотрю что там написано. Останье 1-710-0. Уни-ком 1-28. Уни-ком 1-28. Уни-ком 2-3-個 2-8. Уни-ком 1-28. Уни-ком 1-28. Уни-ком 2-8. Ну, ну, а сэм учёки виды спеги, а сээ, а сээ досэ минутос. Так, мэна ищу луне, поэтому... Нормал. ...вы... ...лойкрус-power... ...поинкейс. Продолжение следует... Да, практически ничем не отличается. Понял, что я спрашиваю, что есть дифференция между 88, 82 и 83? Практически ничем не отличается. Да, 83-й большим топливом, меньшими паксами, 88-й наоборот, и двигатели немножко помощнее, которые позволяют повыше летать и пораньше взлетать со взлета. Все. В кабине отключается там текстурами парового... точнее, моделями парового тумблера. Все. Больше внешних различий нет. Да, 88-й, 83-й они мощнее, у них больше и больше движки стоят. И 83-й он... Он более дальнобойный. Дальнобойный. В него... Меньше, по-моему, паксов влазит, но зато больше пассажиров. Так, давайте поставим... Сцеп. Сцеп. Так, это все выставлено. Вот тут нет у него никаких ни воров, ни NDB. Короче, летим от этой точки на нит. Сцеп. 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 что учусь на инструктора его давать теоретические практические курсы а сам давление не поменял на заходе есть такая альцер russo тенголь акценту русу инструктор инструктор летный летный инструктор про пилотирование white инструктор так он не выключил там все за не ну понятно мало авиация да все начинается с малого но студенты будут которые учатся на коммерческого пилота но у меня тоже для тоже преподавать нужно лицензия коммерческая у меня есть коммерческая лицензия и где-то примерно там 240 часов может сейчас чуть больше все время уже на протяжении на пару лет и на форсу число валюта видит 240 до 240 не дотягивал там можно сейчас дотянула просто последняя страница в этом вот бук и не посчитала как обычно так как летаешь за свои то это очень дорого поэтому и если что то можешь налетовать пару лет так давайте еще раз я там накосячил при заходе в инсбрук не раз вот буквально на прошлом стриме давайте сделаем его получше заходить будем покажу что яд да реальный антон да и есть лицензия реального пилота и сейчас учусь про так еще раз это не то пальто что нам вообще-то здесь делает другие у меня заходы стоят можно по удалять все то есть армонит они дадим альфа этот убираем прочь 26 из ими локалайзер деми ист этот стоит до вес не нужен нам визу прочь это я сделано трех с половиной в прошлый раз оборотом вести птицы здесь надо делать вообще-то на 42 по вес курс 255 111 жорди это по-каталански ука блять тэгнифика мой мало коса пи-геймер про ира ни мухер мистами рандо парни объясните человеку по наговорящему как так здесь все пять нет нет уже и на 2 конечно же так здесь он что-то что-то это и что-то что-то и и и и и да он уже там спрашивал что ему объяснять надо но я уже объяснил и у нас 3700 давайте да он же по-русски там написал что означает так 15000 стоит и рейфа райвал бриф англии так продолжаем rival brief идем с вами до ртт скорость будет у нас здесь порядка 200 180 лучше высота 15000 по альтиметру надо будет не забыть переставить на киеве нич местный далее курс 210 на 21 мили перехватываем после 19 можем начать снижение идем соответственно до 4 и 2 да как я говорил раньше 4 2 до 4 2 если не видим полосу можем пройти максимум до 35 это уже уход на 2 далее после того как мы дошли до 42 м отворот на 230 курс весь на 230 минимум 3 700 далее downwind и летим прямо на церковь до удаления 35 оскар эко виктор либо 14 и 1 оскар эко джулиет если кстати не сработает 35 вот это вот оскар эко виктор она будет переключиться на 14 1 оскар эко джулиет потому что в прошлый раз у меня не переключилась и для того чтобы переключиться оскар эко джулиет если запишут частоту его 109 и 7 если чё поставим ее потому что в прошлый раз у меня не отобразилась в принципе все еще когда можем лететь уже на локалайзере можем поставить вот этот вот 420 ндб 320 килогерц и тогда он нам поможет ну что в принципе мы должны когда будем отклоняться он нам должен показывать что у нас он находится сзади буквально там на 7 часов короче должен быть а 7 часов должен быть это поможет нам но все они кощем это виду и не науто ленту рей негатив ну окей идем осады с моноке каталаны и костоянного рда Топ-of-descent, топ-of-descent, легamos топ-of-descent, инцидент из Италии. Парни это итальянец в чате, хотя Говорит на испанском. Контроль. Он живет в Аргентине. Парень, который говорит на испанском чате, он итальянец, Он живет в Аргентине. Ну, в общем-то да, но я был в Италии, это немножко затруднительно понимать их. Хотя, конечно, можно, если напрячься. Леонель Месси стоит в чате. Он итальянец, который говорит в испанском, и живет в Аргентине. Италия. 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 А я сейчас не могу вспомнить, где они находятся. Давно не летал. а блин они есть вот они хочу это гидравлическая система вот сейчас 15 у нас давление насосы можно поставить мощный режим или в энергосберегающий режим точнее в щадящий который там сохраняет трубопроводы и прочее цельности и сохранности от утечек если поставим в high у нас вот давление пожалуйста вырастает до 3000 psi если ставим в low 15 нам нужно 3000 psi для того чтобы оперировать закрылками а также выпускать и поднимать и выпускать шасси помимо этого у нас имеется так как у нас гидравлических линии то у нас имеется еще добавок transfer unit которая соединяет их между собой и электрический насос потому что как эти два работают от двигателей а этот работает от электрического питания то есть у нас нету движки стали нам нужна гидравлика мы планируем нам нужно сесть в выпуск механизацию мы включаем выпускаем в силу конечно перед этим включаем вот этот вот он и трансфер у нас-то гидравлика в самолете появляется работая от электрических насосов но эта панель есть в обоих самолетах и он бы 80 и md 82 и в md 83 так парни подлетаем топов десант дадак пластный самолет даges десант у десант у десант Я закончился. Да, у меня есть канал в Discord. Если вы хотите, то есть. Если вы хотите, то есть. Если вы хотите, то есть. Но нет ничего интересного. И теперь я помню. Потом я активен. Это канал и используется в случае. В случае. Возвращения кабина. Возвращения кабина. Но, как я везю слишком poco, Возвращение кабина. Ну, когда я взял. В прошлой разе взял. Возвращения кабина. Но, когда я взял. Возвращения кабина. Су-каналь параконнектар, паракоммуникар, директар. А сики. Касиноусу, а в дискорд. Компортида. Компортида это шарит коппит, расшаренная кабина. Компортида. Это, это. Они учат спать. Они уже знают, что это означает, кабина compartида. так пожалуй давайте снижать скорость нажимаем для этого sms overread и давайте снизим пока 250 и а и и А, нет, да какие планы в реальности? Что? Он же не летает уже нигде. Нет, он сам рассчитывает топовый десент. Нет, нет, нокки левелчанг на нем нет. EAS Descent это и есть Level Change. Единственное, что ты должен сам Vidal ставить. Ну, точнее, Vidal или что-то тебе нравится, потому что EAS Descent и EAS Climb просто... Alpha Throttle здесь не контролирует, это. Иси, эс, экс-меканико Де Забадель, механико Деонез, альменос, это мне дико, я не знаю лично, в интернете. Тебе сэк-мандо меру, когда ты делаешь стрим или что-то. Тебе сэк-мандо въеду. Все. Конечно, может повинав снижаться, потому что сейчас он начнет снижение повинав. Ну, просто он повинав, он не снизится так, как я хочу. Поэтому я бы он тут повинав не разрешал снижаться. Так, давайте, вот видите, он начал снижение, VNAV Descent. Все пошел. Но мне не нравится так, как он снижается, VNAV. Тем более, это Индбрук. EAS, и давайте поставим 200. Я ставлю Vidal, он вот написал CLAMP, ставлю Vidal, выставляю здесь 200 тоже. Не, ну он ее пересчитает точку вам. Если какой-то ветер поменялся, он, конечно, точку там будет отодвидеть или предвидеть наоборот. Это не קצ. Ну, конечно, я вам понравилось. Ну, я вот, я вам такая, что было много questions. Ну, я вам潦, что я посмотрел. Один момент, пожалуйста. Монет 1.05. Включаем Auto. Так, записал 109.7 МГц и 420 надо будет потом поставить на 100 кГц, тогда будем на… Ну, зебач он такой, интересный самолет. Так, 200, я включаю P-Check Slats Extend. В принципе, можем уже выставлять… Он ставит 10.07, но… А ну-ка, что выставить? Пранзишн. Set. 100.05. Approach Check. Approach Check. Navigation. Set. Approach Check completed. А я вот думаю себя поставить… Yes. Поставить куплан. Капитан, Кэвенегали Секер. Thank you. Клап Солован. Клап Солован. Клап Солован. 1.7. Спасибо. Так, парни, я тут вам буду не очень… Для чего, Серега? Чего, для чего? Всем понял. Я, может, вам не буду слишком быстро отключать, потому что, все-таки, довольно-таки напряжный. Заход. Dynamic Light Zone. Включена. 3000 PSI. А для чего? Ну, все-таки, есть в нем прелестное. Вот, меня спрашивал PC Gamer Pro. Спрашивал про, откуда я знаю, Гер. Он имел в виду одного стримера. Испанского. Который называется Гера. Он летает в этом, в X-Plane. В основном, много полетов VFR делает. И это прикольная штука. X-Plane VFR, ну, просто красивейшая. Да. Ну, не произошло, я сказал, что ты знаешь аль Геарап, аль другая стримаер, и... Результат, что он ввела на X-Plane, и здесь он шарландо о том, что он X-Plane. Что он ввела на X-Plane, что он ввела на X-Plane, что он ввела на X-Plane. И я сказал, что я хочу установить ввела на X-Plane. И мне вопрос, почему? И они сказали, что он очень красивый, особенно когда ты ввел ввел ввел. И ввел 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 ввел... Класс 15. Speed is checked. Насчет облаков, это ты прав. Флэпс 1-5-6 И киталя лэкспрэнги ес А я думал ты уже полетел, а тут ты раз и зашел на стрим Прикольно Gear down Gear down 21 Высоковато 21 21 22 22 22 22 22 24 22 25 25 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ай! Лови! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 95500 отлично идем прямо по расписанию только немножко правее локалайзера и скорость вообще-то на 155 ветер создувает ветер не слабый сейчас я чуть уберу тяги так второй я здесь перекручусь на ADF второй пускай мне показывает ADF 230 хеллинг потом 264 выравниваемся потому что ветром нас сейчас дует удаление 6.4 85100 мы уже в принципе видим огни поэтому идем 3700 у нас минимумы не ниже 3700 удаление 5.7 там он самолет мигает взлетел что ли блян 3700 задерживаемся да-га так ниже минимумов проваливаемся 230 4.2 да понял что трафик трапик 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 спасибо да-да я понял clear of conflict трапик трапик нормально еще и вынуть руки трапик 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 так когда так пока показывает у меня удаление 230 переключаемся на так как мы уже не на локалайзере переключаемся на terrain и снижаемся до 3700 чуть правее дать на так пошел вон крутится ADF ABIM значит меняем на 264 погнали нормально 264 давайте все виражи по 25 градусов так полагается 264 264 у меня ходим да так не 264 280 уже полем и 800 удаление вот пропало удаление смотрите да давайте поставим 109.7 109.7 появилась и идем до 14.1 мили final check final check here down ignition alpha check auto-spoilers auto-breaks armed check flaps and slats 40 degrees 40 degrees land check анонсоро-panelist check landing clearance received check final check completed 14.2 начинаем вираж 25 градусов со снижением потел 150 эксперт 2 до до Субтитры делал DimaTorzok 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 Я думаю, что это какой-то гейт и есть, вот следы от колес есть. Еще найдем, обозначения гейта нет. Найдем так и будет. Ну да, это хорошо, что есть конкуренты. Это очень хорошо. Так, у нас ВСУ включен, отбор воздуха, отбор воздуха плохим, двигатели выключаем. Че он выключил? Нам антиколлежин. Нет еще, ну щас я его... Теперь выключил. Так, ссылочка нам на канал Мадженты. Давайте. Давайте ее сочетаем. Мадженты Даггер по-моему подпишется, да? Мадженты Даггер по-моему подпишется. Мадженты Даггер по-моему подпишется. Фух. А раньше... Так, Твич и Гугл. Чего-то дискорда нету. Так он в армии. блин раньше было а как-то может канала это может канала манженты даггера копировать ссылку потому что что-то и я ее не нахожу раньше она была здесь в описании канала а сейчас здесь только на гудгейм и твич а даже нет они тут просто на канал давайте зайдем на канал йофича у йофича может быть в описании а можно когда скопировать из канала канала вот отсюда можно скопировать даже не знаю просто вносить кузей копировать скопировано все сейчас вам пришлю только там нужно будет запрос оставить там мол такой такой то разрешите купить группу на канал ну там не сразу этот доступ на канал д вставляется так я двигатель я затушил вот я затушил да не, не за что сейчас высушечку высушечку выключим и можно будет и можно будет завершать сейчас остаток топлива еще глянем в принципе все в принципе все Убираем механизацию. В принципе все. А сейчас, если хотите, покажу, где она отображается. Да нет, не за что. Прилетели в Инсбрук, сейчас я отсоединюсь от Ивауа. Выключу, сейчас покажу, где она отображается. Давай, давай, удачного полета. Сейчас закроется препар, я тебе покажу, где она отображается. Так, не закрываем. Да, в принципе, почему бы и нет, но я ее заглушил. Вот, честно, этой подробности я не помню. По-моему, по-моему, можно. Вообще, ВСУ ограничено, как правило, не из-за того, что она как-то опасна или не опасна. Она ограничена из-за шума. О, выгляди, ограничено тут ВСУ. Сколько могу вспомнить. Так, вот, смотрите, пожалуйста, так. Блин, а почему у меня здесь Нил? Что за дела? 82, я же на нем летал. Не, ну там выхлоп же не прямо, куда, где люди выходят. Выхлоп там с одной стороны, получается, по правому борту ВСУ. Ну, в принципе, думаю, что к тому моменту, когда люди выходят, пассажиры, то выключено. В принципе, и была она выключена, когда началась разруска. Так, я думаю, что из-за того, что я тут пытался ремонтировать, у меня никаких поломок нет. Ну, например, поломка отображается вот здесь вот. Да, я думаю, что она не отображается именно из-за того, что я уже ковырял, пытался, короче, убрать эту поломку. В течение нету поломку, поломку двигателя пытался убрать, и у меня все поубиралось здесь. В общем, все ремонтируется здесь. Также здесь отображается поломка и код поломки. Код поломки вы смотрите в доках. Вот здесь вот. И нужно найти док, который называется Mail. Не помню, где он доходит. Вот он, Mail. Вы смотрите, ищите свою поломку. Ну, первое здесь вот Air Conditioning System, категория Charlie, Maybe in Operative. I may be in Operative provided. Если самолет находится не выше Flight Level 2.5.0, и клапан, который отвечает за эту систему, закрыт, то есть на оверхеде клапан в положении Close находится. В этом случае можно использовать. Так, но, дело в том, что категория поломки Charlie надо посмотреть. Там, по-моему, дальше у них, там по дням. По-моему, три дня может не работать Charlie. Charlie это самая такая серьезная. Больше ничего здесь не написано, но, по-моему, три дня. Альфа самая простая, там, может, неделю, по-моему, семь дней. Блин, где же я видел таблицу, у них, конечно, таблица была. Вот именно по кодам. А, блин, да вот написано. Ага, в течение, наоборот, смотрите. В течение 10 дней Charlie. То есть 10 дней можно летать с одним поломанным паком. Точнее, нет. А, да, с паком. С одним поломанным паком можно летать 10 дней. Три дня, если у вас в категории B поломка. И здесь надо смотреть, если у вас поломка категории A, то нужно смотреть, вот, Remarks and or Exceptions. И где они? Вот здесь вот надо смотреть, если, вот, давайте найдем какую-нибудь теорию A поломку. Короче, не работают топливные насосы центрального, центрального бака. Ничего не сказано, просто сказано, что maintenance action required. Наверное, не есть, то есть если у вас в полете поломалась, то сразу же надо ремонтировать. Еще какая-нибудь поломка категории A есть. Вот, пожалуйста, ремонт через два дня. Да, будут наклейки. Наклейки будут еще и достанут. Вот, к этой поломке не указано, когда обслуживаю. То есть надо сразу же ремонтировать. Хотя, вот в этой категории A, пожалуйста, написано. Отремонтировать в течение двух рабочих дней. Ground proximity warning system, если поломано. Короче, если альтернативные процедуры предоставлены и используются, то можно делать. Но я бы, например, в Инсбург без ГПВС не полетел. Ну, вот как-то так. Короче, вам надо будет обращаться, если у вас поломки. Вы, конечно, можете их сразу фиксить вот здесь вот. Что я, как правило, и делаю. Ну, один раз летал там несколько раз с поломанным паком одним левым или правым, не помню. То есть, читаете и по закону, как по закону? По закону Матдога можете летать 10 дней. А как там уж по-настоящему, это надо смотреть от производителя самолета. Мель. Minimum Equipment List. Оно должно называться MML. Master Minimum Equipment List. Ну, ладно, парни, давайте буду закругляться. Спасибо, что смотрите. Давайте. До следующих стримов. Пока.